Кто пытался убить Елизавету Вторую? Зачем китаянка сдала в морг живого мужа? И когда появились первые в мире тату? Обо всем этом прямо сейчас. Оружие только для взрослых. В США крупнейшая торговая сеть запретила продавать винтовки и боеприпасы лицам до 21 года. Политику по продаже огнестрельного оружия пересмотрели после масштабной стрельбы во Флориде, когда подросток в школе убил 17 человек. Новые правила вступят в силу в ближайшее время. Неизвестное покушение. В Новой Зеландии рассекретили документы о попытке убить Елизавету Вторую. В 1981 году некий несовершеннолетний Кристофер Льюис выстрелил в королеву, когда та вышла из автомобиля. К счастью, киллер стоял слишком далеко, а его оружие было малой мощности. Ее величество не пострадало. Инцидент замяли, чтобы не портить отношения между странами. Поспешила попрощаться. В китайской провинции Хубэй жена отправила в морг еще живого мужа. Мужчина был смертельно болен и, казалось, не подавал признаков жизни. Зато их заметили сотрудники морга спустя несколько часов. Они возвели скорую, но несчастный скончался до ее прибытия. Все как в кино. Улицы Лос-Анджелеса украсили рекламные щиты, как в фильме «Три билборда на границе Эббинга-Миссури». Эта лента, к слову, номинирована на Оскар. Акцию устроил уличный художник. Блакаты призывают актеров и актрис быть откровенными и говорить о сексуальном насилии в Голливуде со сцены на вручении кинопремии. Британские ученые обнаружили древнейшие татуировки в мире. Фигуративные рисунки украшают кожу двух мумий, которым по пять тысяч лет. На верхней части руки мужчины нарисован дикий бык и гривистый баран. На плече мумии женщины орнамент из знаков, напоминающих латинскую букву «С». Изображение музы стоимостью почти в 70 миллионов долларов. В Лондоне с молотка ушел портрет вдохновительницы Пабло Пикассо. На картине «Женщина в берете и клетчатом платье» изображена возлюбленная художника Мария Тереза Вальтер. Их отношения развивались в период, когда Пикассо увлекся сюрреалистическими экспериментами. Вот она, сила толпы. Три десятка канадцев сбросились на лотерею по пять долларов и стали богачами. Каждый получил почти по два миллиона канадских долларов. Все счастливчики – рабочие нефтеперерабатывающего завода. Благодаря выигрышу почти седьмая часть их крохотного селения в провинции Ньюфаунленд и Лабрадор стала миллионерами. Продолжение следует...